Роман Григорьевич, я хочу в двух словах еще поговорить о фигурах, которые сейчас командуют вооруженными силами Украины, главнокомандующий Валерий Залужный, и сравнить его с Герасимовым, который командует вооруженными силами Российской Федерации. Валерий Залужный в 2021 году был назначен на эту должность, ему 49 лет. Герасимов принимал участие в войне как раз на Донбассе, освободительной в антитеррористической операции. Герасимов же принимал участие в Чеченской войне 1999 года, ему 67 лет, и он с 2012 года аж руководит, если я ошибаюсь, вооруженными силами России. Вы для себя подмечаете почерк Залужного и Герасимова? В чем разница теми, кто управляет войсками России и кто управляет войсками Украины? Основная для вас, как для военного эксперта. Очень видна разница, я сейчас двумя словами нарисую. У Залужного есть обратная связь, у Герасимова ее нет. То есть российская армия, она полностью подчинена приказам, без обратной связи, идет на убой и будут идти на убой, не выполняя определенных задач. У Залужного есть обратная связь. Он тонко чувствует все практически свои подразделения. У него есть, и у него в том числе, ну это я говорю о всем Генштабе, о системе управления, о той, уже можно сказать, ситецентрической войне, которую мы сейчас ведем ситецентрическими методами. Это когда практически каждый солдат знает общий план выполнять определенные задачи, принимать самостоятельные решения. И наш Генштаб, во голове которого стоит Залужный, это прекрасно понимает и управляет уже вот таким механизмом. Здесь очень важно именно обратная связь. Она самонастраивает всю систему. Причем обратная связь, ту, которую отстроил Залужный даже за последний год, она дает свои плоды. Мы их прекрасно видим. Практически была готова армия, была готова встретить российскую армию, которая была по численности больше в несколько раз. И мы выполнили эту задачу. А сейчас мы живем ее обратно. Потому в этом смысле как раз вот здесь большая разница. Все в обратной связи.